Шановный Геннадий Леонидович, шановный присутник, по состоянию на 13 июля 2020 года в Одесской области зарегистрированы 2211 случаев коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайдах. В Одессе зарегистрировано 520 случаев коронавирусной болезни, из которых 82 пациента находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в реанимации и на кислородной поддержке, без ИВЛ. 92 пациента с COVID-19 и жители города проходят лечение на дому, находясь на самоизоляции. Проводится регулярное тестирование всех пациентов. На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от коронавирусной болезни. Пациентка 76 лет, пациентка 65 лет и пациентка 47 лет. К сожалению, все эти пациенты имели тяжелую соматическую патологию, поздно обратились в инфекционную больницу, занимались самолечением, что в свою очередь привело к непоправимым последствиям. И можно наблюдать, в течение последней недели отмечается неуклонный рост заболеваемости населения коронавирусной болезни. Так, в последнюю неделю прирост составил 117 дополнительных случаев болезни. Тогда как за прошедшую неделю всего 30 случаев, что в 3,9 раза больше. Аналогичная ситуация по случаям, требующим госпитализации. За неделю количество стационарных больных увеличилось с 29 до 78, что в 2,7 раза больше. В связи с этим возникла необходимость дополнительного размещения пациентов с COVID-19 и разворачиванием еще одного отделения в инфекционной больнице. По состоянию на 13-е для размещения пациентов с подверженным диагнозом и с подозрением на COVID-19 задействовано отделение 10-е 60 коек, занято 49, отделение 19-е 45, занято 30, отделение реанимации 6 коек, занято 3, подготовлен в резерв новое отделение на 30 коек. Согласно данным областной комиссии по ТБЧС, 10 июля протокол номер 30, показатели Одесской области не соответствуют критериям на послабление карантинных мероприятий. И соответственно принято решение о том, что проведение плановой госпитализации и восстановление работы сети амбулаторно-поликлинических учреждений в настоящее время остается нецелесообразным. Особое внимание уделяется контролю заболеваемости COVID среди медицинских работников и профилактике распространения инфекций в медицинской сети, выявлению контактной группы. Так, за весь период коронавирусной инфекцией заражено 53 сотрудника сети медучреждений Одесского горсовета, 47 из которых выздоровели, один скончался, 5 продолжают болеть. Два госпитализированы в инфекционную больницу, врач-аниматолог инфекционной больницы в тяжелом состоянии, медицинская сестра 10 ГКБ в состоянии средней тяжести. Остальные три сотрудника на самоизоляции медсестра приемного отделения 1 ГКБ, акушер-гинеколог женской консультации номер 5 и врач УЗИ консультативно-диагностического центра ГКБ-5 находятся под наблюдением семейных врачей. За последнюю неделю в сети медучреждений Одесского городского совета проведено обследование на COVID, ИФА и ПЦР 640 сотрудников, положительных ПЦР не выявлено. Для контроля соблюдения противоэпидемического режима в лечебных учреждениях города из числа штатных и внештатных сотрудников департамента созданы оперативные бригады по эпид-контролю. Учитывая ситуацию, сотрудники департамента также проходят ПЦР-диагностику, все сотрудники обследованы согласно протоколу диагностики и проведена дополнительная дезобработка всех помещений департамента. Сводка по различным методикам диагностики COVID-19 следующая. Выполнено 5409 экспресс-тестов, получено 257 положительных результатов. Методика ИФА по состоянию на 13-е внедрена в 6 лабораториях. Приказом по департаменту определен порядок проведения ИФА-тестирования среди лиц, подлежащих обязательному обследованию. А именно пациентов с респираторными симптомами, пневмонии, контактные лица пациента, которым требуется плановая госпитализация или операция, медицинским работникам, работникам национальной полиции, национальной гвардии и пограничной службы. По поручению городского головы отправлено письмо в областной лабораторный центр МОЗ Украины с просьбой разъяснения задержки в получении ПЦР-результатов приоритетной группы. Выяснено, что 4-суточная задержка в получении результатов об условно-техническими трудностями, поломка автоклава по нашей письменной просьбе сроки исполнения анализа в приоритетной группе сократились до 1-2 суток. Учитывая текущее проведение весеннего призыва, вооруженные силы Украины требуют стационарное обследование части призывников для решения пригодности к службе, что потребовало дополнительное по обследованию 269 призывников. ИФА-тестирование медработников проводится согласно автомативным требованиям. Среди сотрудников, оказывающих медицинскую помощь с COVID-19 каждые 5 дней, остальным каждые 30 дней. Всего медработникам проведено 892 тестов ИФА. На 13 число методом ИФА выполнено 3575 тестов, в том числе 2130 исследований иммуноглобулин М, 1445 иммуноглобулин Г, получено 210 положительных результатов по иммуноглобулину М, 60 по иммуноглобулину Г. Всем лицам с положительным результатом ИФА был проведен забор ПЦР. Забор материала ПЦР, диагностику проводят с инфекционной больницей, мобильными бригадами, а также во всех взрослых и детских стационарах и роддоме номер 2. На 13.07 всего выполнено 8249 тестов ПЦР, из них у медицинских работников 1423 тестов. Продолжают работу три мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому, быстрыми тестами на повод и забором материала для ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 2839 тестирований на COVID-19 за последнюю неделю ПЦР-тестов 152, экспресс-тестов 9. Отдельно хочется остановиться на организации стационарного обследования детей. При госпитализации в детскую городскую больницу номер 3, которая является учреждением второй линии показаний медицинской помощи при COVID-19, на этом этапе обследования выявляются случаи инфицированных детей. В среднем ежемесячно обследованию подлежит около 200 детей подозрительных по COVID. Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение о создании дополнительной детской мобильной бригады на базе 3 ГКБ с заключением договора МЦЗУ по данному пакету услуг. По состоянию на 13 с начала карантина под наблюдением семейных врачей в центрах первичной медицинской помощи перейдено 1963 человека, из которых закончили наблюдение 1887 человек. 160 с ухудшением состояния с признаками респираторных заболеваний были госпитализированы в инфекционную больницу, где прошли обследования и лечения. На сегодняшний день на самоизоляции под наблюдением семейных врачей находится 81 больной, у которых заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Продолжается обеспечение оборудованием городских учреждений здравоохранения. 24-го 6-го заследства местного бюджета были поставлены кислородные концентраторы New Life in City 10 производства США и введены в эксплуатацию в городскую клиническую инфекционную больницу 50 штук, первую больницу 44 и в десятую 50 штук. Концентратор очень удобен в эксплуатации, 10-литровый поток обеспечивает потребность пациента тяжелым поражением легочной функции, есть возможность подключения к аппаратам ЭВЛ, разделение потока на двух пациентов и использовать можно также в поведах. В городскую инфекционную больницу 10-ю и 11-ю за следствием депутатского фонда поставлены введены в эксплуатацию аппарат высокоструйный ЭВЛ Твинстрим производства Австрия. В этом аппарате используются технологии, позволяющие не только замещать укроченную функцию легких, как у большинства аппаратов ЭВЛ, но и восстанавливать функциональную структуру легких. На сегодняшний день это единственный в мире аппарат ЭВЛ, в котором отсутствует риск баротравмы, он прост в управлении, он может применяться для всех возрастных категорий пациентов, взрослых детей, даже навороченных. В аппаратаменте здравоохранения на постоянном контроле находятся вопросы поощрительных выборам медицинским работникам, занятых лечением COVID. В течение трех с половиной месяцев произведено 4205 поощрительных выплат, более 500 сотрудникам ежемесячно в четырех учреждениях города, городская инфекционная больница, 10-й родильный дом 2, городской центр неотложной помощи. В общей сумме 32 миллиона 332 тысячи гривен, в том числе за счет государственного бюджета субвенция в марте НСЗУ 9 миллионов 102 тысячи гривен, за счет областного бюджета 12 миллионов 611 тысяч гривен, за счет городского бюджета 10 миллионов 608 тысяч гривен. 90% всех выплат приходится на сотрудников инфекционной больницы, в целом 3789 в случае выплат среди 470 медицинских работников, общей суммой 28 миллионов 985 тысяч гривен, среди из которых государственного бюджета НСЗУ 8 миллионов 605 тысяч, из областного 11 миллионов 773 тысячи гривен, из городского 8 миллионов 605 тысяч гривен. Также продолжается питание медицинских работников. Спасибо за внимание.